В Манчегорске определили самые спортивные семьи. В состязаниях праздника «Полярная Олимпиада» соревновались сотрудники предприятий Кольского дивизиона Норникеля со своими супругами и детьми. На старт вышли 14 команд из Манчегорска и Печенского округа. «Полярную Олимпиаду Кольская ГМК» проводят в седьмой раз. И среди семей есть уже постоянные участники. Уже участвовали, участвовали папа, мама, я. В отборах Сочи. Были один раз в Сочи в 21-м году. А на улице еще такое не проходили, не знали. Но попробовали в прошлом году первый раз, им понравилось. Сверчковы в игре с 2018-го. Сначала капитаном был старший сын, теперь средний. Мы постоянно на каждой выходной ходим, занимаемся лыжами по 20 километров с детьми. Всегда включаем их в спорт. Ребенок у нас старший. Футбол младший. Средний у нас бассейн, поэтому мы всегда в движении. В резерве у Сверчковых есть еще самый младший. И на старт «Полярной Олимпиады» они смогут выйти не раз. Дело в том, что в этих состязаниях возраст детей ограничен. Капитанам должно быть 7-10 лет. Поэтому некоторым приходится переходить в разряд болельщиков. Потому что нашему ребенку уже 11 лет, а то дети до 10. Мы пришли поболеть за коллег. Мы просто должны были тоже участвовать, но у нас папа заболел, к сожалению. Поэтому мы решили поддержать наших коллег семью «Ямаш» из профилактория. У нас есть команда дьячкиных и быковых. Вот мы пришли за них поболеть. Надеемся, что они победят. Это ваши друзья? Это мы вместе работаем, коллеги. Как все работаете? Работаем в ЦЕН-2, машинист экрана. Для участников задания были неожиданностью. Организаторы стараются не повторяться. Каждый год придумывают что-то новое. И суть испытаний держат в секрете до старта. Сейчас, честно скажу, вот из домов, тем более в воскресенье, выходные дни, наших горожан очень трудно вытащить. Но с каждым годом я вижу, что это постепенно получается. И с детьми, с семьями выходят на данные мероприятия. Да, вот такое, как сегодня происходит. Но это огромная благодарность, конечно, Норникелю, Кольской горно-метологической компании. Мы применяем современные уже технологии. У нас в прошлом году появилось даже специальное приложение под названием Норникель на спорте, где наши работники могут отмечать свои спортивные успехи, достижения в ежедневном формате. И мы, во-первых, видим большое количество участников, которые регистрируются в этом приложении. Но и видим рост числа просто занимающихся. Шапкиным в этот раз достался приз в номинации «Самый сильный ребенок». Сверчковым «Самый ловкий папа». Бронза Олимпиады у команды Дьящкиных. Серебро у Сударчиковых. Самым сложным? Лыжи, наверное. Наверное, лыжи, да. Мы со старшим ребенком участвовали еще. У нас тоже был такой конкурс. Мы с ним как-то проходили более слаженно, скажем так. А в этом году у нас ребенок маленький, ну 8 лет, да, как бы вот мы участвуем второй год с ней. Но было сложно. С ней было сложно именно лыжи, наверное, да. Больше всех повезло новичкам. Золото завоевала команда Пушкаревых. Ставались в цех материально-технического обеспечения вместе с супругой одновременно и решили принять участие в этом конкурсе. Не было никаких ожиданий, было желание просто провести время с семьей и получить удовольствие. Полярная Олимпиада – своеобразная разминка перед следующими семейными стартами. Они не за горами. Уже 20 апреля пройдут одновременно в Мочегорске и Печенском округе. Победитель по одной семье от территории поедет в город Сочи представлять Кольского ГМК среди предприятий группы компании «Норильский никель». Ну а на этих соревнованиях призы достались не только участникам. Организаторы отметили также самых активных болельщиков. Илья Кумлев, Максим Кравченко, ТВ21+. Продолжение следует...